Трагедия произошла на въезде в поселок Новомосковское. Водитель Volkswagen превысила скорость, в результате чего не справилась с управлением. В итоге женщина выехала на встречную полосу и врезалась в придорожное дерево. Машину буквально сложила пополам. И в результате от сильнейшего удара женщина скончалась на месте. Меня привезли туда. Я увидела наш фасад белый, сложенный вообще. Обнял дерево. Она сидела с рулем, опустивши голову. Я не поняла вообще, что происходит, потому что сначала папа не стала, потом мама не стала. Это очень трудно, потерять родителей в таком возрасте. Через три месяца Виктория Колчанова станет совершеннолетней. Но стать взрослой не по паспорту ей пришлось уже сейчас. Для своей пятилетней сестренки она теперь и мама, и папа, и лучшая подруга. О том, что ее родителей больше нет, младшая Лиля отказывается верить. Я не хочу, чтобы она расстраивалась сама. Она еще маленькая у меня. Иногда напоминает мне то, что когда папа приедет, я соскучилась. Я ей говорю, скоро Лилечка, только подожди, пожалуйста, он еще не заработал тебе на подарочек. Сейчас будет про маму спрашивать, буду говорить то же самое. По роковой случайности три месяца назад отец Виктории также трагически погиб. Он чинил машину в гараже, присел отдохнуть в салон и уснул навсегда, отравившись выхлопными газами. Из родственников у них теперь только тетя, мамина сестра. Елена заплеменнет с горой и не оставит девочек в беде. Особое беспокойство сейчас вызывает пятилетняя Лиля. Малышке срочно требуется помощь психологов. Она очень тяжело перенесла смерть папы. Она не верит и отказывается напрочь говорить, что папа умер. Хотя и показывали, и возили ее. Но нет, это его домик, а сам он у меня в Москве зарабатывает мне деньги на подарки. Вот сейчас так сказали, мама туда же поехала к папе. В этом году Виктория заканчивает школу и, как мечтал ее отец, собирается поступить в военный институт. А сестру, как хотела мама, планируют устроить в музыкальную школу. Она говорила мне, что она простая, как три рубля. И ей ничего не нужно. Главное, чтобы мы счастливы были. Я исполню их мечту, чтобы они были горды за меня. Чтобы они все видели и были счастливы. Злополучная иномарка сейчас стоит во дворе. От авто не осталось и живого места. Завтра сестры Колчановы простятся с мамой навсегда. Ее похоронят рядом с могилой отца. Организовать похороны родные и близкие Виктории смогли самостоятельно. Но в самое ближайшее время девочкам потребуется помощь юристов и психологов. Если у вас есть возможность и желание помочь сестрам, звоните по телефону, который видите на своих экранах. Или к нам в редакцию по номеру 555-085. Сама же Виктория сейчас надеется только на себя. Она горы свернет только, чтобы ее Лиля всегда улыбалась. Она у меня одна осталась. Единственное, что напоминает о маме с папой. Поэтому я сделаю все.